Сейчас я вам хочу рассказать один из способов, как убирать протяжки в процессе вязания. Потому что для многих это очень неприятная тема протяжки. Мы вяжем красивые изделия, какие-нибудь колготки для ребенка. Он надевает эти колготки или рукавички и запутывается в протяжках. Совсем неправильно протяжки убирать надо. Если у вас нет двухфантурного жаккарда, вы вяжете на одной угольнице. И неважно, с помощью перфоката, электроники или вручную, протяжки убираются одинаково. Итак, мы провязываем ряд. Неважно каким способом у нас появились протяжки. И теперь самый простой способ их убрать, это поднять протяжку на петлю, которая находится выше. Можно делать на несколько игл. Смотрите, я поднимаю. Видите, зацепляю эту протяжку за несколько иголок. Чтобы она стала поменьше. Все, вот я подцепила протяжку. Все, все, какие нашла, все протяжки зацепила за иглы верхнего ряда. Провязываю ряд. Их нет протяжек, они себе ввязались в полотно. Их нет. Вот то, что у меня сейчас есть, это уже новенькая конструкция. Я ее тоже заправляю так, чтобы она мне не мешала. Провязываем следующий ряд. И таким образом я лишаю себя протяжек. Не хотите делать часто, делайте редко. У вас протяжка, маленькие протяжки никому не мешают, а большие вас больше беспокоить не будут. На качество вязания это никак не влияет, потому что протяжки не попадают на внешнюю сторону. Они остаются здесь, внутри. И снаружи вы их никогда не увидите. Зато изнутри эти протяжки перестанут вам мешать. Их просто нет. Вот. Они ввязаны в полотно. И не важно, сколько у вас протяжек, 1, 2 или 10, вы их просто больше не увидите. Потому что получается очень плотное вязание ни одной протяжки. Если вам это видео понравилось, оно было для вас полезным, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машины в вязании, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.